друзья добрый день в этом видео я поставил камеру сверху хочу рассказать какие иногда бывают проблемы в промышленных стиральных машинках в чем плюс этих машинок в том что в принципе там достаточно все открыто и есть доступ к силовым компонентам как бы без особых проблем хотя в данном случае как видите вон я встал на табуретку для того чтобы получить доступ к самой плате но крышка снимается легко поэтому никаких проблем в общем-то это не не составило что у нас здесь получилось какая проблема видеть я сейчас проверяю тестером на прозвонку один пускатель и второй пускатель видите щелкаю пальцем его здесь оказывается нет дело в том что в этой сушильной машинке когда замыкается реле когда она замыкается то помимо тех трех вас что идут на одну группу тенов еще один контакт сделан для контроля того чтобы сама плата видео что видела что реле замкнулась либо например там она залипла ли что-то еще вот рядом уже кстати новый пускатель лежит что происходит дело в том что как раз 3 этих пускателя но три фазы которые проходили через сам пускателю по моему 32 амперный или 25 они работали нормально а вот контроль к она почему-то начала залипать это вот те вот два маленьких ну скажем так четвертая группа которая замыкается вот она при при размыкании точнее когда реле опускатель размыкался она еще показывал что реле замкнуто и поэтому выдавала ошибка сушильную машинку либо наоборот например она была снова как бы реле она думала что реле замкнуто поэтому не посылала сигнал в таких случаях как бы ремонтировать реле я считаю бессмысленным поэтому была произведена замена чтобы не перепутать провода последовательных последовательность их вы видите что я поставил рядом два пускателя и сразу чтобы не запоминать последовательность проводов и цвета я перекидываю сразу из вытащил с одного вставил в другое так удобно просто тогда не нужно думать и нет шансов того что можно их перепутать она как бы без разницы но лучше как она была поставлена так обратно и восстановить верить я сделаю с обратной стороны тоже самое то есть вход по моему реле да сейчас выкручиваю перед перебрасывал другой пускатель но можно назвать пускатель можно называть реле этому кому как больше нравится в чем почему в происходят такие проблемы но дело в том что там как бы из-за пусковых токов она подгорает но почему в этой его контрольки начала виснуть я не знаю иногда бывает такое что она просто банально залипает тены врубаются она хоть и пишет ошибку но тены работают она автоматически запускает систему вентиляции потому что видит что пускай что температура есть и она не выключит вентиляцию до тех пор пока температура в районе тенов не снизится там стоит такой сзади температурный датчик на 75 килоом немножко необычный обычно не 14 15 там сопротивление но это высоко температурно у него стандартное сопротивление помог около 75 килоом вот поэтому она не выключится вентиляция до тех пор до пока температура там что-то не опустится там до 50 или 60 градусов какое реле лучше ставить в данном случае я ставлю реле фирме и ок она не самая надежная например то не а bb рядом видите вы встретите видите стоит 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 такой же красный автомат а бб вам на 6 или 10 ампер он по моему включает всю электронную часть и двигатели сия не ошибаюсь так вот сильно большой разницы нет объясняю почему что когда коротят тены например от мусора чего-то еще забилась сушка она налипает они между собой коротят там падают спирали что-то еще поставили вы а бб или и при коротком замыкание начинает потихоньку коротить разницы уже большой нет то есть выгорают в принципе и то и другое поэтому скажем так проще поменять и ковский автомат там раза в год в полтора-два чем ставить а ббшный в принципе если произойдет опять же частично короткое замыкание что-то еще вы все равно его тоже будете менять но он стоит как бы заведомо дороже самые дешевые что оставить нельзя поскольку здесь все-таки 25 ампер и 380 вольт как бы не маленькое напряжение вся сушка по моему кушает если не ошибаюсь 27 киловатт то есть они включаются включаются параллельно это в режиме их сушки хб и в режиме синтетики там что-то где-то примерно там 17 или 18 киловатт поэтому эти пускатели вековские достаточно надежные и вот это вот за все время обслуживания за четыре или пять лет я полу второй раз меняют отпускатель ну это он сгорел не по силовой части а почему-то на дополнительном контакты которые фактически работает как контроль к ну вот так вот произошло вообще весь этот процесс как вы видите занимает скажем так не более семи восьми тире десяти минут но чтобы понять что она вот так вот глючит нужно просто иметь опыт вы обратили внимание что в начале видео я проверил и тот и другой пускатель на то как когда корректно ли срабатывает контроль к оказалось что она подглючивает там где эти пускатели крепятся там стоит обыкновенно sky 1 рейка то есть видите я тот вытащил это за он обратно закрепил сейчас дожму крепление точнее одену вот его одеваю и вот еще у нас все крепление дожатый провода ставим обратно в принципе осталось только задача ну проверить сейчас это будем делать так наверное комментарий будем заканчивать все смотрите дальше вот смотрите сейчас запустятся пускатели есть все опустились вот они опустились пошел процесс нагрева значит все работает классно никакой ошибки не показывает запустились и работают оба а в прошлый раз водичет не проходил контакт минуты